Всем привет! Посылка, по-видимому, камера видеонаблюдения. Увесистая такая посылка. Снимаю видео, чтобы в случае чего предоставить администрации Алиэкспресса. Прошлое видео помогло мне решить спор по светодиодным матрицам в мою пользу. То есть советую вам видео снимать, хотя бы даже только для этого. Нет, камера вот, ну как бы не суперфирменная упаковка. Много камер идет именно в такой коробке. Первые аналоговые камеры приходили ко мне в таких коробках. Так, ну это вот как бы защитная коробка. Заказывал IP-камеру с матрицей Sony XMI. А, E-MX 322. И вот она. Ух ты! Ух ты! Металлическая. Металлический корпус, увесистая такая. Блин, ну, видон серьезный. Грозная, такой взгляд грозный. Немного в литье огрех есть. Ну, а так, в общем-то, ничего. Ну, ничего. Немного сдвинута поролоновая вон прокладочка. Буду раскрывать, все равно ее можно поправить. Два ИК-диода ночной подсветки. В данном корпусе ночное видео должно быть, ну, как бы даже в идеальном, можно сказать, варианте. Потому что нет никаких помех в виде козырьков. Нет никаких помех в виде обода белого корпуса. Ну, и вот такие два инфракрасных диода мощных. Говорят о том, что, ну, картинка будет хорошая ночная. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Я еще не видел. Поэтому такой вот цилиндр. Классный металлический. Камера Full HD. Двухмегапиксельная. Металл. Металл. А тут уже пошел пластик. Пластик. А здесь металлическая шайба. Так, а как же? А, даже вот так здесь сделано. Значит, ни ключей, никаких, ни шестигранников, ничего нет. Ну, в комплекте вот драйвера на диске и крепеж. Откручивается саморез. И имеется доступ к прикручиванию камеры. Крепежу на стену, на потолок, на крышу, куда там вы хотите. Удобная настройка. Именно вот этот джойстик. Очень удобно. Блин, быстро все это дело настраивается. Быстро регулируется камера. Ее угол всевозможный выставляется, как вы хотите. И так крутится, и так. Очень удобно и классно. Нравятся мне такие крепления. Очень удобны в установке. Особенно в неудобных местах, где высоко. Долго настраивать. Не очень приятно, поэтому очень классно. И длинный вот такой вот кабель. Питание и интернет. Ну, пока нет возможности проверить. Давайте разберем камеру. Конечно, желательно первым делом проверить это все на работоспособность. Потом уже лезть внутрь. Гроза хорошая. Поэтому все отключено. Так. Ну, по-видимому, откручивается вот эта часть. И вращается все это дело вместе. По идее, да. Матрица держится. Все держится на передней крышке. В передней крышке. И сзади вот такое пустое пространство, куда можно, в общем-то, вместить и Wi-Fi модуль. И еще одну камеру можно туда. Внутренности камеры поместить. Так. Ну, на процессоре не имеется радиатора. Можно приклеить. Что, в общем-то, и сделаем после проверки камеры. Вижу алюминиевую пластину, на которую судя по всему прикреплены ИК-диоды. ИК-диоды мощные, греются. Поэтому нужно охлаждение. Но, опять же, корпус полностью закрытый. Как бы столь эффективного охлаждения, конечно, не будет. Но все равно пластина отдает тепло от ИК-диодов всему корпусу. Поэтому им уже от этого будет легче. Так. Выпадай. Ну, корпус, я вам скажу, конкретный. Такая блин, ну, толщина. Может, эта камера, кстати, и заявлена как антивандальная. Не смотрел я. Ну, судя по всему, ну, как бы с первого, с одного удара там, если не сильного, конечно. не кувалдой, то разбить ее будет трудновато. Посмотрите. Толстый такой цилиндр из сплава. Ну, из сплава, понятно, что алюминиевого, но толщина конкретная. Так. Вот, что тут имеем. Две даже. Две подушки почему-то. Так, наверное, нужно будет поставить два ИК-диода. Фотоэлемент. Так, пытался я вот вынуть саму камеру. Освободить ее от ИК-модуля, ИК-подсветки. просто держится вот на вот этой поролоновой прокладочке. Так, ну, не хочет не хочет сниматься. Объектив 3,6 миллиметра стандартный. Кстати, вот эти колечки поролоновые прокладочки имеют важное значение. если оно теряется или же прослабляется или рвется. В основном в сырую погоду или же вот в межсезонье какое-то, когда перепад температуры есть. И при переходе на зимний, то есть на ночной режим камера светодиодные, то есть инфракрасные светодиоды нагреваются и бывает такое, что конденсат попадает вот в это место, где объектив и потеет стекло. Картинка размытая, картинка все в тумане, камера сфокусироваться, сфокусировать картинку не может. И в общем-то это дело все продолжается пока или же не просохнет конденсат, понятно, что он быстро не просохнет. То есть в общем-то вся проблема вот в этих вот колечках, которые пропускают конденсат в то место, где установлен объектив. В комплект камеры не входит блок питания, поэтому имейте это в виду, если вы первый раз приобретаете камеры и нет у вас блока питания к ним, к одной камере можно использовать блок питания 12 вольт 2 ампера, даже можно 1 амперный блок питания это для одной камеры. Если вы собираетесь и дальше приобретать камеры видеонаблюдения еще несколько штук, то желательно приобрести, чтобы потом каждый раз вам в камере не приобретать блок питания, не занимать розетки и удлинители. Вот один блок питания 12 вольт 6 амперный или же 5 амперный. Вот такой и продаются вот такие разветвители. То есть выход с блока питания и вход на 4 в данном случае и есть даже на 8 камер разветвителей. Подключаю блок питания в сеть 220 вольт. Буду подключать через ваттметр. Заодно увидим потребляемую мощность вот этой одной камеры из сети потребления какой у нее. Подключаю питание в разъем питания камеры и патчкорд интернет кабель подключаю в соответствующий разъем камеры. Другой конец подключу в ноутбук для настройки камеры для замены IP адреса. Чтобы подсеть соответствовала моей домашней сети. Значит отдельно делал я видео по настройке по замене IP адреса настройки IP камеры переходите по ссылке смотрите в этом видео покажу вкратце. Включаем питание. Камера должна если она рабочая характерно щелкнуть то есть это можно сказать первый признак что камера жива. 3-4 ватта в данный момент потребляет камера. Вот щелчок один есть два щелчка таких характерных потребления пошло больше 4-4 ватта. Чтобы камеру проверить вот так можно таким способом проверить предварительную сделать проверку камеры не видя ее картинки. Подключили питание камера щелкнула уже хорошо первый признак что она живая. Второй признак можно пальцем закрыть фотоэлемент камера должна перейти в ночной режим если она адекватно работает щелкнет ИК-фильтр вот таким щелчком и должны засветиться инфракрасные светодиоды но глазам они может при свете дня не будут заметны вот видно камера да и глазу видно свечение ИК-диодов и слышен был щелчок и при этом кстати камера потребляет около 6 ватт в общем так как и заявлено подключил патчкорд в ноутбук заходим в центр управления сетями изменение параметров адаптера свойства протокол свойства использовать IP-адрес следующий присваиваем конкретный IP-адрес 168.1.1.12 значит камера с прошивкой XMI и стандартный IP-адрес заводской у нее 192.168.1.10 используем его как основной шлюз окей закрываем все закрываем открываем интернет explorer интернет explorer и заходим по адресу IP-камеры 1.10 и наклонная линия и ввод enter прогружается веб-интерфейс камеры стандартная картинка пароль пустой нажимаем вход ok и вот мы видим картинку с камеры сразу вижу что картинка хорошая картинка четкая видно сразу что реальных 2 мегапикселя ну и видно сразу что матрица Sony ну как бы я уже различаю понятно что как я уже вам говорил основное это ночная съемка основной плюс матриц Sony EMX 322 это ночная съемка ночью очень хорошо все это дело картинка хорошая хорошо снимает камера ночью нету шумов хорошая четкость давайте искусственно создадим посмотрим черно-белую картинку но ночную картинку выложу я вам позже вот камера перешла в черно-белый режим и показывает в черно-белом режиме заходим во вкладку устройства шестеренка сеть видим IP адрес камеры присвоенный меняю его на свою домашнюю подсеть если у вас подсеть один просто можете оставлять как я уже говорил если у вас немного камер одна пару штук можно включить автоматическое присвоение IP-адреса то есть при перезагрузке камеры роутер ваш домашний будет ей присваивать свободный IP-адрес но чтобы найти камеру чтобы не искать по какому IP-адресу камера в данный момент работает можно ей присвоить конкретный IP-адрес записать его где у вас там в тетрадке чтобы вы помнили это все дело и по надобности для настройки для перенастройки камеры зайти в ее веб-интерфейс по уже конкретному IP-адресу на шлюзе тоже меняем подсеть если надо можно поменять порт Anviv порт нажимаем ок камера перезагрузится подключив камеру к роутеру или к свечу домашней сети вернув настройки компьютера в прежние к прежним настройкам получить IP-адрес автоматически в интернет-эксплорере опять же мы можем найти камеру уже по измененному IP-адресу камера будет находиться в домашней сети доступна будет разрешаем загрузку активиксов меняем язык по умолчанию админ пустой пока не меняли и вот камера камера лежит и смотрит кверх ногами почему-то готово также камеру в один клик можно свободно привязать к видеорегистратору свободная ячейка нажимаем добавить имеется камера с IP-адресом 125 нажимаем плюс и камера у нас добавлена вот картинка с нашей камеры синхронизировалось время автоматически и дата камера имеет реальные 1920 на 1080 Full HD видео и и также на камеру можно заходить удаленно и просматривать ее картинку через приложение XMI делал я видео по этому поводу переходите по ссылке и смотрите чтобы тут долго не затягивать рассказывал я подробно как привязать камеру и она и она у вас будет в вашем приложении в списке добавленных камер однозначно камера надежней камер в откровенно пластиковых корпусах корпусах смотрите в данном случае тоже вот неплохая как бы задумка неплохая задумка с креплением именно под вот эту шайбу металлическая шайба вот опять же сплав из которого сделана сама камера и в общем-то неплохая толщина этой пластины то есть понятно что что имеется ввиду антивандальная камера это не имеется ввиду что ее не смогут разбить или не смогут ее украсть если попытки будут постоянные то есть целенаправленные попытки избавиться от камеры там разбив ее или украв ее понятно что никакая антивандальная камера не выдержит а именно единоразовая попытка например потушить камеру чем-то Кинуть нее камнем Ударить от единоразового И скрыться То данная камера Конечно выдержит этот единоразовый удар Можно сказать с достоинством По сравнению с камерами Которые откровенно в пластиковых корпусах И с пластиковыми креплениями Значит понял я эту тему Задумку крепления Прикрепляем шайбу На стену, на потолок Куда вы там хотите Одеваем камеру на шайбу В определенном положении И проворачиваем Проворачиваем это крепление И просто фиксируем Фиксируем От проворачивания саморезом Саморез не несет Функцию удерживания камеры А несет функцию фиксации Именно от проворачивания А камера сама держится Усиками на пластиковом корпусе Зацепившись за пластину Которая прикручена к стене Ну в общем то да Как бы позиционировать Что конкретно Эта антивандальная камера Нельзя Так то задумка Вроде бы Как смотрю Была Усилить камеру Всевозможными Элементами Металлическими Но как бы все равно Есть моменты Где и присутствует пластик Но пластик Я скажу вам Вот смотрите Пластик Ну конкретный Плотный пластик Не откровенное Говно Худое А конкретный Ну толстый Качественный пластик Ну вот пока Как по мне Одно плохо Что камера Не в белом цвете Цвете Камера в черном цвете Понятно что На солнце будет греться Ну в общем то Это исправимо Можно все это дело Перекрасить А может кому Просто нравятся И черные камеры Так как они понятно Что меньше заметны Камера установлена Матрица Sony Соответствует Матрице Sony Так сказать Точнее матрица Соответствует Матрице Sony Как заявлено Есть у меня с чем сравнивать Делал я обзор На такие камеры С матрицами Sony Значит вот Дневная съемка Пасмурная погода Солнца нету Двухмегапиксельная Sony И вот Обычная Камера Двухмегапиксельная Одна из дешевых В общем то Видно что С матрицей Sony Камера снимает Более четче Намного лучше Ну как бы Получше картинка Но скажу я Что днем Особой разницы Если Нету опыта То Заметить невозможно Это Двухмегапиксельная И это В общем то Снимают Как бы с виду На первый взгляд Одинаково Посмотрим Дальше Сравним Ночную картинку Так Заходим на камеру Чтобы более достоверно Увидеть картинку Покажу вам ее Вот Через интернет Эксплорер Не фотоаппаратом На Мониторе Видеорегистратора А Таким вот образом Значит Время 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 Что я не выставил На ней Не синхронизировал Сейчас 21 20 21 20 Так Вот Уже практически Стемнело Смотрите Как Видит камера И как она Какая картинка Отличная Картинка Соответствует Матрице Сони Так Выставил Время Синхронизировал Ну вот Видите Класс Я считаю Вообще Супер И это Без учета Того Что Вот Не Менял я Настройки По цвету По яркости По ночному Видению Можно Настраивать Все это Дело Отдельно Делать Более Светлую Картинку Если Вам Темно Все Зависит От Той Ситуации В которой Что снимает Камера Именно От Зачем Она Следит За Какой Территорией Ведется Наблюдение Имеется Ввиду Может Там Какое То Дополнительное Освещение Есть Поэтому Тут Можно Все Настраивать Индивидуально Так 23.00 Выключили Уличное Освещение Фонари Вот Реальная Картинка В полной Темноте Там Где Чуть Чуть Присутствует Вот На Домах Смотрите Освещение Камера Видит Все Малейшая Где Нибудь Подсветочка Камера Видит В полной Темноте Вот ИК Подсветка Все Сейчас Работает На ИК Подсветке Добавил Немного Яркости Ну Вот Нормальная Картинка Вполне Нормальная Картинка Шумов Нет Отличная Ночная Картинка Сейчас Я вам Покажу Другую Камеру Сравните С обычной Матрицей Вот Тоже Двухмегапиксельная Камера В Тех Самых Условиях Без Дополнительной Какой-то Подсветки Видите Картинка Настроена Ну То Есть В идеале Выводил Параметры Четкость Контраст Цвет Яркость Вот что Можно Сделать Видно Что Четкость Совсем Не та Картинки Присутствуют Шумы Если Добавлять Ну Если Добавить Четкость Вот К примеру На нуле Если Добавить Хотя бы Пятерочку Появляются Шумы Ну То есть Картинка Не такая Как на Камерах С матрицей Сони Поэтому Кого Заинтересовала Данная Камера Ссылку Оставляю В описании К видео В комментариях Переходите Приобретайте Вполне Достойная Камера На сегодня Все Переходите По ссылке На все Мои Видео По Видео Видео Наблюдению На Видео По Прожекторам Светодиодным Лампам Тестам Датчикам Сигнализациям Всем удачи И до следующих Видео